Новость о свершившейся русской революции была самой большой неожиданностью в жизни самого главного нашего революционера Владимира Ильича Ленина. Он жил в это время в Цюрихе, жил, в общем-то, безбедно, и давно он пребывал там, вдалеке от России, в Инеграции, уже много лет. За месяц до февральских событий он читал лекцию 9 января 1917 года перед социалистической молодежью в Цюрихе. И вот те горькие слова, которые он произнес. Мы, старики, может быть, не доживем до решающих битв грядущей революции, но молодежь будет иметь счастье не только бороться, но и победить. А Надежда Константиновна Крупская в своих воспоминаниях отмечает, что Ильич сказал это даже с некоторой печалью. Когда же через месяц грянула та самая революция, февральский переворот, который так не ожидал в своей жизни увидеть своими глазами Владимир Ильич Ленин, то Надежда Константиновна, злаботливая Наденька, добавляет в своих воспоминаниях. Как только мы узнали о событиях в Петрограде, Володя не находил себе места. Бегал, разговаривал сам с собой, строил огромные планы. Это удивление высказывал не только Владимир Ильич, еще один его соратник, Лев Давидович Троцкий. И вот что пишет Троцкий. 23 февраля было Международным женским днем. Его предполагалось в социал-демократических кругах отметить в общем порядке, собранием, речами, листовками. Накануне никому и в голову не приходило, что женский день может стать первым днем революции. Даже как-то оправдывается немножко. Но большевики были не самой крупной оппозиционной и революционной партией, ставившей важнейшей своей целью свержение самодержавия. Намного более крупная партия была партия эсеров, социалистов-революционеров. И вот что пишет ее руководитель Виктор Чернов. «Самые квалифицированные силы революционной демократии находились тогда в далекой ссылке или еще в более далеком изгнании». Так что ж происходило? Как-то так само собой все. Есть у нас такие замечательные историки, действительно, по-настоящему уважаемые. Я не профессиональный историк здесь, я ни в коем случае с ними спорить не хочу. Которые говорят, утверждают, что все шло само собой. Вот все само собой происходило. Но, не дерзая сам возразить им, все-таки дерзну напомнить слова великого политика и уж точно понимавшего толк в общественных процессах Франклина Долано Рузвельта. «В политике, – писал он, – в политике ничего не происходит случайно. Если что-то случилось, то так было задумано». Так кто же все это задумал? И что же это были за загадочные революционеры, которые совершили эту великую революцию, этот грандиозный переворот? Сумели разрушить Россию изнутри. О том, кто был реальными творцами революции, о том, кто обеспечивал этот страшный фактор гниения, подточивший русское государство и обрекший Россию на бесчисленные небывалые страдания, рассказывал человек, который прекрасно знал этих людей и прекрасно знал всю ситуацию, сложившуюся тогда в России изнутри. Это был великий князь Александр Михайлович. Очень интересный человек. Писал он эти строки, уже находясь в эмиграции в 30-е годы. Тром Романовых пал не под напором предтеч советов или же юношей-бомбистов, но под напором носителей аристократических фамилий и придворной знати, банкиров, издателей, адвокатов, профессоров и других общественных деятелей, живших щедротами империи. Царь бы сумел удовлетворить нужды русских рабочих и крестьян. Полиция справилась бы с террористами, но было совершенно напрасным трудом пытаться угодить многочисленным претендентам в министры, революционерам, записанным в шестую книгу российского дворянства, то есть аристократии, и оппозиционным бюрократам, воспитанным в российских университетах. Как надо было поступить с теми великосветскими русскими дамами, которые по целим дням ездили из дома в дом и распространяли самые гнусные слухи про царя и царицу? Как надо было поступить в отношении тех двух отпрысков стариннейшего рода князей-долгоруких, которые присоединились к врагам монархии? Что надо было сделать с ректором Московского университета, который превратил это старейшее русское высшее учебное заведение в рассадник революционеров? Что следовало сделать с графом Витте, возведенным Александром Третьим из простых чиновников в министры, специальностью которого было снабжать газетных репортеров скандальными историями, дискредитировавшими царскую семью? Что нужно было сделать с профессорами наших университетов, которые провозглашали с высоты своих кафедр, что Петр Великий родился и умер негодяем? Что следовало сделать с нашими газетами, которые встречали ликованиями наши неудачи на японских фронтах? Как надо было поступить с теми членами Государственной Думы, которые с радостными лицами слушали сплетни клеветников, клявшихся, что между царским селом и ставкой Гинденбурга существовал беспроволочный телеграф? Что следовало делать с теми командующими, веренных им царем армии, которые интересовались нарастанием антимонархических стремлений в тылу армии более, чем победами над немцами на фронте? Как надо было поступить с теми ветеринарными врачами, которые, собравшись для обсуждения мер борьбы с эпизодиями, внезапно выносили резолюцию, требующую образования радикального кабинета? Описание антиправительственной деятельности русской аристократии и интеллигенции могло бы составить толстый том, который следовало бы посвятить русским иммигрантам, оплакивающим на улицах европейских городов доброе старое время. Но рекорд глупой тенденциозности побила, конечно, наша революционная печать. И далее он пишет о том, из каких средств эта печать финансировалась, и из личных, и привлеченных из государства. Ну, весьма и весьма знакомое явление. Кто же были истинными двигателями переворота? Вот что пишет князь Аболинский, один из лидеров кадетской партии, о событии, происшедшем накануне революции в 16-м году. Гучков вдруг начал меня посвящать во все детали заговора и называть главных его участников. Я понял, что попал в самое гнездо заговора. Председатель Думы Родзянко, Гучков, генерал Алексеев были во главе его. Принимали участие в нем и другие лица, такие как генерал Русский. А Англия была вместе с заговорщиками. Английский посол Бьюкинен принимал участие в этом движении. Многие совещания происходили у него. А тот же упомянутый уже нами генерал Эрих Людендорф писал в своих заметках. Царь был свергнут революцией, которую фаворитизировала Антанта. Кто же такой был Гучков? Уже после революции он напишет. Власть при многих своих недостатках была права. А революция при многих своих достоинствах была неправа. Но было уже поздно. Это был незаурядный человек. Один из самых богатейших людей России. Промышленник, дуэлянт, бритер. Необычайно мужественный человек. Воевал на стороне буров в Англо-Бурской войне. Он был председателем Третьей Государственной Думы. Был он лично знаком и с императором Николаем Вторым. Но потом он стал его личным и одним из самых лютых врагов. По-разному рассказывают эти истории. Один вариант – это то, что император в приятельской беседе как-то раз пожаловался ему на сложности непростой порой семейной жизни, о чем, наверное, каждый мужчина может рассказать в беседе очень доверительной. Но Гучков сразу разнес это как сплетню по всему Петрограду. Другой вариант – грязные сплетни об императрице и Распутине. Гучков рассказывал со смехом своему окружению. Больше того, он распространял эти порнографические листовки по Петрограду. Государь, узнав об этом, как дворянин должен был вызвать его на дуэль. Но как царь, конечно, не смог этого сделать. Слишком неравные были их позиции. И тогда он попросил военного министра, который должен был встречаться с Гучковым, передать слова государя о том, что Гучков – подлец. И с тех пор Гучков люто возненавидел императора и был вот таким двигателем всей подготовки к перевороту. Он работал в основном в армейской среде. Именно он особым образом настроил командующих фронтами и многих военных против императора. Он распространял грязные сплетни. Он настраивал общество в том смысле, что император ни на что не способен. Его правительство бездарно, и их надо менять. Другим двигателем февральского переворота и человеком, который настраивал общество крайне негативно, презрительно по отношению и к императорской семье, и к руководству страны, был Павел Николаевич Милюков. Лидер одной из оппозиционных партий, член Государственной Думы, прекрасный оратор. Именно его речь 1 ноября 1916 года в Государственной Думе стала тем спусковым крючком, который взорвал негодование масс питерских и приблизил революцию. Павел Николаевич Милюков был англоманом. Постоянно ездил в Великобританию, так же, как, впрочем, и большинство нашей элиты, той самой, которая творила революцию. Английское посольство было для них, ну, что называется, домом родным. Именно там они встречали единомышленников, именно там они рассуждали, грезили о будущей свободной и счастливой России, хотя стольких свобод, сколько было в Российской империи того времени, не было нигде. Субтитры создавал DimaTorzok